Не обязательно быть моделью, чтобы чувствовать себя красивым. Британские паралимпийцы сделали эротические фотографии для спортивного журнала. В соцсетях сейчас расшаривают, обсуждают эти фото. Давайте мы с вами посмотрим. Вот теннисистка Элис Джордан. Она страдает болезнью хрустального человека. Ее кости настолько хрупкие, что могут сломаться от малейшего. Прикосновение ее мы увидим чуть позже. Ну а вот сейчас на наших с вами экранах как раз-таки это самая знаменитая чемпионка большого шлема. Несмотря на свой недуг, хрустальную болезнь. Хрустальным ее характер назвать сложно, потому что она выиграла все четыре больших шлема. И это произошло еще два года назад. Я как никогда близка к совершенству, чувствую себя комфортно в своем теле. Так описала спортсменка свой снимок в стиле ню. А это красотка-бегунья Бетти Вудворд. Цибральный паралич в тяжелой форме. Не дает ей управлять своим телом. Оно ее просто не слушается. Но Бетти смогла победить и себя, и противников. Серебро за дистанцию в 200 метров на лондонской Олимпиаде. Девушка получила. А ей тогда еще не было и 20 лет. И вот он, красавец Али Джавад. С грозной татуировкой на предплечье. Он поднимает из позиции лежа вес больше своего в три раза. У мужчины нет ног ниже колена. Он родился без них. Но пауэрлифтинг этот факт сделал весьма незначительным. Льюис Эдвардс настоящий солдат удачи. Во время службы в армии в Британии он попал в страшное ДТП и потерял правую ногу. До этого ему светила большая военная карьера. Про нее пришлось забыть, но Льюис снова стал первым в плавании. На играх непокорных их проводят в Англии по задумке принца Гарри. Так вот там он взял сразу 4 золота. А это видео опубликовала австралийка Мэдисон де Розарио. Настоящая звезда паралегкой атлетики. У девушки не двигаются ноги. Все из-за воспаления спинного мозга. Но руки исправляют эту ошибку. Во время тренировок не нужен стадион с беговой дорожкой. Главное крутить колеса за специальные ручки сильнее всех. Вот мы сейчас увидим, как это делает красавица белокурая. И покажем также вам специальную коляску, которую используют легкоатлеты. Это фото из твиттера Мэдисон. Можно рассмотреть поближе ее. Кстати, стоит она недешево. От полумиллиона рублей начинается цена. А скорость она развивает такую же, как и обычный бегун. Вот дистанция в 1500 метров Мэдисон преодолела за 3 минуты. Так же, как и обычный бегун.